Здравствуйте! Я хочу поблагодарить организаторов, всех присутствующих, и с удовольствием участвую в этом совещании. Мы будем говорить об УЗИ парасчитовидной железы. Основные цели, понятия, как правильное и по каким показаниям делается УЗИ парасчитовидной железы, как настраиваются настройки, как понять, какая опухоль, и понимать, какие сложности при ультразвуке парасчитовидки. Не буду долго задерживаться на концепции первичного ГПТ. Эпидемиология, клинические характеристики, все здесь показано. Сегодня 80% асимптоматично диагностируются, и нужно по первичному ГПТ знать, что это чаще всего, почти всегда, это доброкачественные опухоли, очень редки к арциному. Когда высокий уровень гормона ПТГ, то есть не соответствует его уровню кальция, то есть кальций повышен, кальций повышен, кальций выше, выше нормального и при неподавляемом ГПТ. Есть определенные другие причины высокого ПТГ, это вторичные причины, их нужно, характера их нужно исключить, чтобы подтвердить первичный. И семейная гиперкальцемия, хальпокальций ури должна быть также исключена при диагностике. Как я уже сказал, рак редко встречается вот при таких показателях, и это почти всегда доброкачественное общество 80% – это солидная аденома парасчитовидки, 10-15% – это плюригландулярная болезнь, и разделяются они на гиперплазию 10-13% и распространенные или надулярные, или 2-5% другие. Основные вопросы, когда нужно делать визуализацию парасчитовидки во время, это вот вам вопросы, когда мы подтверждаем диагноз после диагноза по поводу решения делать или нет операции, или после уже решения на операцию для того, чтобы разработать хирургическую стратегию. Ответ С – это подготовка к хирургии. Диагностика – это чисто бихомическое дело, решение принимать или не делать операцию на симптомы и на химиотерапии основывается по асимптоматичным пациентам, то есть это не по результатам визуализации. Поэтому визуализировать ли аденомы, если вы уверены в диагнозе, на основании этих критериев, то показания к хирургии. Если, когда мы визуализируем аденомы, это не значит, что всегда делается хирургическая операция. То есть эти критерии не зависят от локализации повреждения. И когда оба условия подтверждаются, только тогда делается ультрасам, когда первичный ТГ установлен показания к хирургии для асимптоматических первичных ГПТ пациентов, возраст, менее 50 лет. Затем кальций крови, который выше определенного порога, наличие радиологически подтвержденного остеопороза, недостаточность почечная, очень высокая экскреция кальция в моче или наличие камней или нефрокальцинатов на основании рентген-данных. Вот в этих случаях пациент оперируется. Если повреждения локализированы, то это гарантирует минимально инвазивную операцию, только вот таргетное вмешательство. Это будет одностороннее таргетное иссечение аденома по расчету видной железы с последующим интраоперационным мониторингом гормона. Плюсы. Короче, операция по времени, меньше осложнений и без повреждений нерва, без гипокальцемии. А минусы требует предоперативной локализации, и мы можем пропустить плюригландулярное заболевание. Как локализационные модальности перед операцией. Вот есть еще другие модальности. Вы должны понимать, что не существует для этого показания. Посмотрим, что это такое. Это Тикнетиумат 99 системидин обычно делается на визуализации СПЕК-КТ. Преимущество, во-первых, прогностическое положительное значение 90-100%. Солидарный аденом выделяет. может эктопичные железы выделять минусы менее, точные для двойных аденом и для гиперплазии. И главные клетки, они обладают меньшей всасываемостью, то есть они меньше берут меченого вещества. И поэтому надо смотреть на типы клеток, которые находятся в аденоме. Плюс это все-таки ионизирующее излучение, и это дороже по исполнению, чем ультразвук. Вот еще 18F-Холин ПЭТ показания пока еще разрабатываются. Используется, когда систембискан либо отрицательный, либо нечеткий, либо расходятся показания систембими с ультразвуком. Вот это то, что мы увидели, а минусы могут быть, ложноположительные результаты и высокая стоимость. Вот сравним слева и справа. Справа это эктопичная аденома, которая находится в ТИМСе, в вилочковой железе. Это пропустим 4D-КТ-скан, поскольку немногие центры его исполняют, требуется большое облучение. И плюсы этого, во-первых, для консультации можно прям по месту провести. Для антироидов, наверное. Вы рассчитываете антироиды в то же время. Антироиды патологии есть в третьей половине пациентов, и это может помочь с ультразвуком. И это может помочь с ультразвуком. Аденома, это может помочь с ультразвуком. Это может помочь с ультразвуком. Это может помочь с ультразвуком, если необходимо. И, в принципе, это может быть в оперативном порядке, чтобы ультразвуком локализировать парathyroid. Есть также дизададимы и лимитации для парathyroidа. Это может помочь с антироидовым локализацией. Однако это может помочь с ультразвуком. Это может помочь с ультразвуком. Парathyroid грандиоза не может быть сильно вне. И это может быть более сложным. И это может быть очень сложным. от аденома, и если аденома не доступна, то она не будет visualized. В нормальном паратареот глянде, в большинстве у нас есть четыре, две на каждом стороне, некоторые у нас меньше, некоторые у нас есть больше, чем четыре. Это важно, когда рассматривая паратареот аденома. Эти железы могут быть в разном количестве. Их форма обычно яйцевидная, размер 5-10 миллиметров, вес 20-40 миллиграмм, и передние железы меньше, чем задние, и некоторые трудно увидеть ультразвука. Они обычно в капсуле, и при аденомах она сжимается, соответственно, становится видимой. А вот, что мы видим здесь, вот правая доля щитовидной железы, вот аденома, пара щитовидной железы, а вот белая линия, это как раз капсула, сжатая между двумя видами ткани. Теперь мы видим характеристики ультразвука аденомы, пара щитовидной железы, как правило, вне щитовидки, они просто рядом расположены, но бывает и индентация в капсулу, а бывает гиперхаген, линия, которая отделяет аденома от щитовидной железы. Бывает, что аденомы внутри щитовидки, это в случае множественных аденомов, бывает гидрогенность, обычно гомогенность, но бывают и гидрогенные, бывают изоэхогенные очаги, а бывают кистозные включения компонента. Вот пример 5 см изоэхогенные аденомы, которую я сначала принял за узел в щитовидке. Это моя ошибка. Ну, патолог подтвердил, что в конце концов я оказывался права. Вот аденома, пара щитовидной железы внутри щитовидки, гидрогенность, но с гипоэкогенным чугом, а это рядом находящийся просто узел щитовидки. В таком случае мы видим капсулу, ее надрезали, и аденома вышла, и не пришлось повреждать щитовидку. Доля щитовидки удаляется. Аденомы могут быть разного формы. А яйцевидные, удлиненные, треугольные, неправильные формы, как вот это, например, и могут быть круглыми, потому что они реагируют на давление окружающих тканей. сосудистые наполнения это очень важно. Обычно один сосуд, который питает аденомом, называется полярный, но бывают и другие паттерны. Вот диффузное расположение, вот сложное, дугообразное, а вот такое рассеянное паттерн здесь либо мало, либо совсем нет сосудов. А вот кисты, вот кисты парочитовидные железы, они очень редко встречаются в заднем заднем железе, и это не ассоциируется с гиперпаратериозом. Можно все это измерить, проверить в алкогольной аспирации, но это не вызывает заболевания. Теперь карцинома парочитовидной железы, обычно она диагностируется по клиническим признакам, не по УЗИ, при этом повышение серьезного паратериодного гормона, и быстро развивается гиперкальцимия, и возможны пальпируемые твердые массы, но это бывает не всегда. и подтверждение может быть только у патолога, должна быть инвазия. Бывают атипичные аденомы, помните об этом, иногда это вовсе не карциномы оказываются, и помните о неполных резекциях аденомах Р1. Обычные признаки возможны больший размер, аденомы, кальцификация, кистозные изменения, нет четких плоскостей между массой и щитовидкой, и края не ровны. Кроме того, бывает инфильтрация окружающих тканей. Хотя карциномы редки, они бывают, нужно об этом помнить, у меня встречалось два случая за последний год. Это важно, потому что такие карциномы требуют большего объема хирургии. Это не кандидаты для минимальной инвазивной хирургии. И нужно делать, скорее всего, эктомию парашитовидной железы. это может быть эпилатеральная лабоктомия с центральным диссекцией шеи. И края должны быть R0, иначе может быть продолжение заболевания. Итак, как сканировать шею при паратериодных аденомах? ультразвука. Начните с ультразвука. С щитовидки. Ищите узлы. И хорошо сделать, иметь документы системы скана. Ищите аденомы внутри щитовидки. Аденомы парашитовидной железы. Затем артерии сканируйте от разведывания сонной артерии до входного отверстия таракалева. Сначала ищем аденомы в самых обычных местах, затем в необычных местах. Вот схемы, которые показывают частые и менее частые расположения. Аденом обычно защитовидка в трахеопищеводной борозди на связке между вилочковой железой и щитовидной железой. Это под щитовидной железой. Это обычные расположения. А вот необычные. Внутри щитовидки за трахеи, за фарингсом, за пищеводом, влагалищем сонной артерии и на разветвлении сонной артерии. Почему они здесь оказываются? Посмотрите на этот слайд более подробно позже. Здесь есть практические аспекты, когда мы сканируем шею, нужно шею как можно больше вытянуть при помощи подушек и отворачиваете голову пациенту от поверхности сканирования, чтобы было лучше натяжение и чтобы все новообразования были повыше поверхности. Правильно нужно установить глубину, очаги более глубоко, смотреть и в глубоких позициях нужно оптимизировать захват и при бом нужно наклонять в сторону средостения. иногда нужно попросить пациента сглотнуть, чтобы стало виднее. А как практиковаться? Хорошо практиковаться на пациентах, которые на диализе. у них вторичные иногда третичные гипераппаратириозы, соответственно, у них сильно увеличены железы и их легко обнаружить ультразвук. А вот еще случаи примера аденома справа от верхнего полюса, правой доли щита ветки, а вот аденома, который находится чуть выше, рядом с хрящом правом щитоветки. А вот тот же пациент с аденомой слева, рядом с бифуркацией азумной артерии левой. Так что бывает задействована однажды заболевания бывают несколько. Осторожно с высокой частотой. Они дают хорошую визуализацию, но не очень хорошее проникновение. Так что вот здесь обычно используется 12 МГц. Как насчет тонкоигольной аспирационной биопсии, обычно нельзя, потому что можно аденомные колетки распространить и вызвать рецидив ГПТ. но если необходимо, это все-таки делается. Для цитологии это обычно не информативным измерением гормона делается. Если что-то не так, то в сотни раз, в тысячи раз больше киста с четким аспиратором это, скажем, показания для аспирационной биопсии. Можно измерить гормон паращитовидные. Если, например, расположение нетипичное внутри щитовидки, это может быть и узел щитовидки. Если нужна повторная операция после эктомии паращитовидной железы, либо, если непонятный диагноз. Вот такой случай. Это паращитовидные железа, мы были уверены. Вот вид продольный. Биопсия была негативна на все. Пертогнитатор и оказалось, что это швонома. Так не все заболевания будут оказываться аденомами паращитовидной железы, даже если они так выглядят. Итак, выводы. Ультразвук паращитовидной железы сложная, но очень полезная модальность и помогает локализации дохирургии. Показания для биопсии очень ограничены, карциномы редки, но они требуют внимания для того, чтобы правильно спланировать хирургию и требуют ультразвука. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...